Плоскость орбиты Плутона Солнце находится в одном из двух фокусов эллиптической орбиты каждой планеты. Это первый из трех законов движения планет, открытых Кеплером в начале 17 века. Чем более вытянута орбита, тем ближе к Солнцу она проходит. Плоскость орбиты Плоскость орбиты увеличивается с увеличением большой полуоси орбиты. Планеты движутся по своим орбитам благодаря гравитационному взаимодействию с Солнцем. Если бы Солнце внезапно исчезло, планеты продолжили бы свой путь в космосе. Некоторые кометы приближаются к Солнцу по траекториям, которые для нас выглядят параболическими. Комета появляется из глубин космоса и снова исчезает там. Но может случиться, что комета проходит настолько близко к Юпитеру, что его мощного гравитационного поля окажется достаточно, чтобы комета перешла на эллиптическую орбиту. В результате она начнет регулярно возвращаться. Комета Шумейкера Леви-9 была захвачена гравитационным полем Юпитера и стала обращаться вокруг него по орбите с периодом около двух лет. Так продолжалось несколько десятилетий. В 1992 году она распалась на несколько кусков, которые в 1994 году окончательно разрушились в результате серии столкновений с Юпитером.